Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Я есмь пастырь добрый» Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 16 стихи. Предыдущая, 9 глава Евангелия от Иоанна, заканчивалась тем, что, исцелив слепорожденного, Господь Иисус Христос обратился к людям, которые находились или в храме Иерусалимском, или где-то поблизости от храма, и сказал, «Я пришел в этот мир на суд, чтобы невидящие стали видеть, а те, которые видят, стали слепыми». И вот тогда, повествует Иоанн Богослов, стоящие рядом некоторые из фарисеев спросили Иисуса, «Неужели и мы слепы?» Спрашивают, потому что считают себя не только видящими, не только понимающими, разумеющими религиозную и духовную жизнь, но претендуют и на то, чтобы быть религиозными лидерами, вождями народа, а значит претендовать на особый духовный кругозор, на особое духовное зрение. И вот Христос в последнем стихе 9 главы говорит им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, а как говорите, что видите, то грех остается на вас». Однако Господь желает дальше подчеркнуть, что не только им самим вредит их греховная слепота, которая есть следствие их греха, следствие того, что они Господа Иисуса Христа не принимают. Именно в 10 главе, рассмотрение которой мы начинаем, Господь Иисус Христос желает показать, что вредят не только себе, но вредят и другим верующим людям, на лидерство у которых они претендуют. Поэтому Господь, желая, чтобы его выслушали как можно дольше, не перебивая его, начинает рассказывать им то, что Иоанн Богослов назвал «притча». Однако следует понимать, что те притчи, которые имеются в Евангелии от Иоанна, евангелист называет их термином «паремия», достаточно сильно отличаются от тех притч, которые содержатся в синаптических Евангелиях. В синаптических Евангелиях они обозначены термином «параволи». Этот термин нам известен по русскому слову «парабола». «Параволи» — это образное сравнение. «Параволи» в синаптических первых трех Евангелиях — это некая выдуманная история, на примере которой Господь Иисус Христос иллюстрирует законы духовной жизни. Причем, поскольку эта история выдуманная, то иногда возможно несколько разных пониманий, несколько разных интерпретаций такой истории. Но не так в Евангелии от Иоанна. «Паремия» или «образное сравнение» — это не выдуманная история. Это именно образы, которые Господь Иисус Христос использует для того, чтобы указать на себя, для того, чтобы раскрыть свое не только мессианское служение, но и то, что Он есть Сын Божий, равный Отцу. Итак, начинает Господь Иисус Христос очередную новую речь, находясь, видимо, где-то или в самом храме Иерусалимском, или неподалеку от него. Десятая глава, первый стих. «Истинно, истинно говорю вам» — семитский оборот, который должен привлечь внимание и подчеркнуть все следующее дальше имеет особое значение. «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник». Господь желает привести пример из понятной для евреев той эпохи пастушеской жизни, когда пастухи пасли стада овец, то очень часто, чтобы расположиться где-то на ночь, возводили забор или использовали какое-то уже имеющееся место, которое называлось двор овчий, и вот туда пастухи загоняли свои стада овечек. Причем могло быть так, что несколько пастухов пригоняли несколько разных стад, и вот овечки заходили внутрь, пастухи удалялись, а, соответственно, дверь в этот овчий двор закрывалась, и у этой двери ложился кто-то из самых младших пастухов, которого обычно называли привратник или предверник, который таким образом охранял вход в овчий двор. Однако, если кто-то пожелал бы похитить овечку, ему пришлось бы не проходить через дверь, потому что этот привратник может в таком случае такого человека остановить, но или тайком перелезть через забор в другом месте, либо даже вероломно проделать дырку, нашуметь и, соответственно, схватить овечку и убежать. Поэтому-то Господь Иисус Христос указывает на эти два возможных способа похищения овечки и говорит о двух категориях преступников. Вор и разбойник. Клептис – это именно вор, который похищает тайком в тишине. Второй термин – листис. Это именно разбойник, тот, который пускается для того, чтобы открытым грабежом присвоить чужое имущество. Итак, если желает похитить овечку, то в любом случае не проходит через дверь. Ворует или тайком, или даже явным образом шумом. Второй стих. «А входящей дверью есть пастырь овцам». Господь подчеркивает, что если проходит через дверь, значит это пастух, значит тот, который действительно может пройти к овцам, он о них заботится. Третий стих. Ему предверник, или другой перевод может быть привратник, теророс. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. Пастух приходит, приходит после ночного сна, и тот младший пастух, который дежурит у двери, пропускает его, открывает для него дверь. Этот пастух заходит внутрь и начинает звать только своих овечек. Помните, в загоне, в этом овчем дворе может находиться несколько разных стад. И вот овечки, которых пасет именно этот пастух, они знают его голос. Более того, в обычаях того времени было то, что могли давать имена овечкам, и, соответственно, пастух не только зовет, не только они различают его голос, но также и называют имена, на которые эти овечки откликаются. Он их зовет, называет по именам, он их выводит, и тем самым пастух начинает выполнять свою пастырскую работу. Четвертый стих. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Итак, выводит овечек, но идет перед ними, показывает им дорогу, куда необходимо идти, для того, чтобы прийти на пастбище. Овцы идут за ним, потому что слышат его голос, и его голос различают. Пятый стих. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Соответственно, если какой-то другой пастух заходит и зовет своих овечек, то овечки первого пастуха не идут за ним, потому что не знают его голоса, не следуют за ним. Шестой стих. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, Господь Иисус Христос рассказывает притчу, паримию, некую историю, которая должна стать образом для его собственного служения. Но они пока еще не понимают. Они ждут, чтобы он объяснил, к чему он это все рассказал. Достаточно простую, понятную историю с привычной им жизнью. Седьмой стих. И так опять Иисус сказал им. Истинно, истинно говорю вам, что я доверь овцам. И вот здесь Господь начинает применять только что изложенные образы в отношении себя самого. Первый образ, то, что он является дверью. Потому что вот там, где-то далеко, в этой ограде, вор и разбойник могут проделать отверстие. Но этот пролом в стене для того, чтобы похитить овечку, для того, чтобы ее убить, для того, чтобы ее украсть, но для того, чтобы к овечке прийти и вывести овечку, нужно воспользоваться дверью. Если не будет двери, то не будет и возможности правильно овечек пасти. Встает вопрос. Разве может быть овчий двор без двери? Разве могут заходить только через пролом? Разве могут пастухи превратиться в воров и разбойников? Ответ простой. Да, потому что именно такие мысли, именно такие идеи имеются в двух пророческих книгах священного писания Ветхого Завета. В книге пророка Иеремии в 23 главе и в книге пророка Иезекида в 34 главе. Там Бог, обращающий из этих пророков к пастырям, то есть к священнослужителям и к тем, кто считал себя религиозными лидерами еврейского народа, говорит о том, что не только перестали пасти его овец, разбежались и поэтому волки восхищают овец, но даже некоторые пастыри начали сами пожирать своих овец. И вот, конечно же, люди, которые стояли и слушали Господа Иисуса Христа, стали вспоминать. Да, он говорит про овец, он говорит про те образы, которые им понятны из повседневной жизни, но такой же образ овечек был у указанных двух пророков. Значит, если он говорит о том, что может быть овчий двор без двери, то он имеет в виду незаконное проникновение туда, а чтобы законно иметь доступ к верующим людям, необходимо принять его, Иисуса, учение. Он есть дверь. Восьмой стих. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Господь Иисус Христос имеет в виду тех ложемессий, которые приходили перед ним, которые будут приходить еще несколько позже, но которые предлагали не то учение, не тот образ жизни, который можно было соотнести с религиозной культурой Ветхого Завета. Поэтому-то верующие, овечки, воспитанные в традиции Ветхого Завета, не приняли этих ложемессий, не приняли, потому что они были для них как воры и разбойники. Девятый стих. Для того, чтобы найти пастбище, для того, чтобы питаться, овечки должны пройти через эту дверь. Верующим необходимо принять учение Господа Иисуса Христа, но не только учение, не только услышать голос, принять его самого, то есть пройти через него, пройти через эту дверь и выйти на пастбище. Десятый стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. В греческом тексте стоит глагол «theo», то есть убить, заколоть или даже принести в жертву. Таким образом, данный текст можно перевести следующим образом. Итак, задача вора, как и задача разбойника, поймать жертву и воспользоваться ею. Совсем другая задача у Господа Иисуса Христа. Он приходит для того, чтобы даровать жизнь и жизнь даровать с избытком, или, можно сказать иначе, жизнь даровать в превосходной степени. В следующем одиннадцатом стихе Господь Иисус Христос соотносит с собой другой образ из только что рассказанной истории. Я есим пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Двенадцатый стих. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец, и разгоняет их. Конечно, были случаи, когда владелец овец поручал некому пастуху об этих овцах заботиться и платил такому пастуху-наемнику некую плату. Однако значительно превосходили таких наемников пастухи, которым овцы и принадлежали. Либо пастухи, которые действовали не ради платы, а потому что они любят именно это конкретное стадо. И вот Господь Иисус Христос себя соотносит с таким пастухом. С пастухом, который и любит овечек, и настолько готов сражаться за них, что ради них он может даже отдать свою собственную жизнь. И в этом кардинальное отличие от наемника. Потому что наемник, как только увидит волка, боится за свою жизнь, убегает, и тогда волк приходит, тащит овец, похищает овец, ну а остальные при этом разбегаются. Тринадцатый стих. «А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах». Христос объясняет. Именно потому, что он работает ради денег, а не ради любви к этим овечкам, он и убегает. Для него его собственная шкура, его собственное положение значительно важнее исполнения его обязанностей. Четырнадцатый стих. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». И так Господь называет теперь себя добрым пастырем. Не только добрым пастырем, который готов душу свою положить за овец, но еще и пастырем, который знает своих, и свои, то есть его овечки, знают его. И вот здесь вот больше, чем просто различают голос наши христианские толкователи, когда объясняли этот стих, говорили, что мы становимся верующими, когда Бог нас узнал. То есть после того, как Бог нас узнал, мы начинаем его узнавать, и как раз через это приобретаем веру, следуем за ним, как овечки следуют за пастухом. И пастух приводит овечек не куда-нибудь в пустыню, не куда-нибудь в каменистое место, а туда, где много травки, там, где хорошее обильное пастбище. И вот точно так же и Христос, он узнает нас, мы узнаем его, поэтому и следуем за ним. И вот этот процесс взаимного узнавания важен не только для него и для нас, он важен потому, что этот процесс имеет место между Небесным Отцом и им, Господом Иисусом Христом, как истинным Сыном Божиим и Словом Божиим, что видно из следующего 15 стиха. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Вот эта вот забота об овцах, и следствие того, что Отец знает Сына, а Сын знает Отца. В беседе Господа Иисуса Христа с Никодимом есть такая фраза «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Динородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И получается, что знание Отцом Сына и взаимное знание Сыном Отца есть не что иное, как указание, на любовь между Отцом и Сыном, которая распространяется, на любовь к творению, потому что познание Христом овечек, верующих и познание верующими Христа дает возможность Христу положить свою душу, свою жизнь за верующих людей, за овечек. 16 стих «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Верующие люди, которые были воспитаны в Ветхозаветной Церкви, имея откровение Божие, конечно же, понимали, что раз пророки Иеремия и Иезекииль сравнивают их с овечками, то, конечно же, если вот Он, Иисус, есть истинный Мессия, Он и будет истинным пастырем. Но как быть с другими народами? Как быть с народами, которые были вне Ветхозаветной, вне Богооткровенной, вне иудейской религии? Господь указывает на то, что и за пределами этой традиции Ветхого Завета также были люди, которые были готовы воспринять его как своего пастыря доброго. Это не означает, что были равноценные богооткровенные традиции и иные традиции. Но это означает то, что, во-первых, были все-таки другие традиции, которые очень близко подходили к пониманию, каков Бог. Например, эллинистическая, греческая традиция, ее рассматривали многие святые отцы IV-V веков, как ту традицию, которая приводила языческие народы ко Господу Иисусу Христу, тогда как закон и пророки приводили ко Христу евреев. Ну, а, конечно, речь идет не только о знании, речь идет и об отзывчивости сердца. То есть и в других народах есть такие люди, которые, услышав слова, узнав Господа Иисуса Христа, готовы стать его овечками и последовать за ним. И вот это вот объединение разных народов под одним пастырем будет иметь не просто далеко идущие, а, вообще говоря, абсолютно необычные, радикальные последствия для всей человеческой истории. И об этом Господь Иисус Христос скажет в продолжении данной беседы. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.